Кто делает грех тот от дьявола? Потому что сначала дьявол согрешил. Для всего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Есть такая личность, которая не спит, постится все время, то есть не ест. Все время стремится к определенной цели, он цель свою не меняет. И притом действия его самые явные в этом мире. Притом распространяется на всех людей, независимо верующие, неверующие, христиане, мусульмане. Притом руководит самым страшным явлением в мире, которого никто не избежит, смерть. Родился, ты умрешь. И он является владыкой смерти, князем смерти, и его не признают. Имя ему дьявол означает клеветник, с греческого. Сатана, с еврейского означает противник. Вот кто противится, это сатана. Вот запротивился Петра только сейчас, и Христос говорит, отойдет от меня, сатана. Избрал, назвал камнем, возвысил, и мгновенно выделил в нем сатану. И дьявола, когда спрашивает, какая самая большая победа, есть такое свидетельство, он говорит, самая большая моя победа та, что я сумел доказать, что меня нет. Само развивается, складывается событие, сцепление обстоятельств, и вот так получилось. А на самом деле это дьявол, всевает сон, утром полежать маленько хочется, это дьявола все. Борьба с плотью не допускается им. А зачем? Утешает себя, и везде это учение, всеборитство, хорошо жить, золотой телес, это дьявол делает. Люди знают, да, Допана, Лерон и Корей, а золотой говорит, дьявол в каждом. Люди говорят, садись с креста, поверим. А я золотой говорит, дьявол залез в рот и кричит через людей, через форисеев. Мы должны видеть его всюду, он сейчас здесь находится, с нами. Он, я, говорит, ни одного богослужения не пропускаю, где литургия есть. А уж литургии нет, тут доказывать не надо. И Христос открывает сущность, что миссия Христа заключалась именно в том, чтобы разрушить дела дьявола. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, Матфея 12 глава. Когда на Христа стали говорить, а фарисеи это понимали, а он делает силы князя Бесовского, Березеула, это сатана ему дает. И Христос вывел тогда на арену их лукавства, если сатана разделился, царство не устает, он сам себя будет уничтожать. А как бы я расхитил его сосуды, а грешники бесноватые, неверующие, это сосуды дьявола, горшки дьявольские, с ручками, разбитые, покореженные, заржавленные, грязные. Как бы я похитил, если прежде не связал хозяина сильного, то есть сатану. Считаю снова. Кто делает грех, тот от дьявола. А теперь скажи, от дьявола ты или нет? Каждый по себе. Ну делаешь грех, и сразу так, я от дьявола. Как страшно будет тогда прикасаться к греху. Вот эта злоба, ненависть, подозрительность, ревность, все от дьявола. Да ведь перебрать-то так некому молиться будет. Но нам надежда дана, а у мира надежды этой нет. Что пришел для этого Сын Божий на землю, чтобы разрушить дела дьявола. Во всех сестах везде есть такое учение о том, что тысячелетнего царства нет. А оно будет когда-то. Это баптисты понимают, адвентисты. Как сатана будет связан на тысячи лет. Вот это один из стихов, который опровергает их лжеучение. А как бы Христос из ада вывел души, если прежде-то не связал? Если он не разрушил дьявола, тогда он не приходил. Вы Христа отрицаете. Это понимаете? Это они не понимают. Ну скажите, написано, что пришел, разрушил дьявола, доказано, что не справился с ним или что. А тысячелетнее царство начинается когда? И связал сатану на тысячу лет. То есть связание, это начало тысячелетнего царства, все доказано. А тысячелет это означает огромный промежуток времени евангельской проповеди, который есть. Что о дьяволе говорит Библия? Я понимаю, тема неприятная. И в первую очередь неприятная для дьявола. И те, кто не хочет слышать, дьявол уже все в уши. А вот говори нам о спасении, как секанты спасения, а дьявол не трогай. Дьявол и люди. Есть очень хорошие брошюры в православии. Серафим Роуз об этом пишет. Много. Дьяволу нужно очень хорошо знать. Знать его уловки. Как он подходит, через кого подходит. Как же ко мне он подходит. Когда он меня угнетал, сумел ли я вывернуться от него. И говорит, дьяволам надо бороться день и ночь. И добавить. И побеждать. И при том дана надежда. Послание Крымам, 16 глава, 23 стих. И вскоре сокрушит сатану под ноги ваши. Представь, как радостно слышать, что под ноги будет сокрон, как Голиаф перед Давидом, чем силой Духа Святого. Но мы верим, что Христос воскрес из мертвых. Значит, он разорвал это царство дьявола. Он вышел. Дьявол обладает владычеством смерти. Любая смерть, и даже Христова была, это последствия греха. Последствия. Но он не свой грех нес Христос. А грех пришел, как написано, смерть вошла в мир завистью дьявола. Зависть. Он позавидовал, что на его место избран, сотворен новый человек. Новый Адам во Христе Иисусе. Читаем Псалом 108. Когда проклинается человек, творящий пакости, то одно из проклятий заключается в том, что поставь над ним нечестивого, такой правитель, чтобы был в виде Сталина, и чтобы дьявол достанет, одеснуя его. И падут около тебя тысячи, и десять тысяч одеснуя, а тут никто не падет, дьявол будет. Если эта молитва исполнилась, человек беззащитен. Это проклятие. Самое страшное место в Библии 108 Псалом. Псалом проклятия. Я не случайно думаю, что у буддистов, лестовка, щетки, 108 бусинок. Ну, 150, 100, понятно. Но 108, то почему? Никто мне не может объяснить. Я понимаю, что это знак Бог дает нам, что это проклятое сатанинское учение. Все под проклятием находится. Никогда, нигде вы цифру 108 не найдете. Не в государстве 66 это и есть, а 12, 40. Слово дьявол не очень часто встречается в Библии. Всего только 33 раза. А один раз встречается в Ветхом Завете, два раза в неканонических книгах. 1 Макарейск, 1, 36. Когда враг захватил, вошел в святилище, ругался. И написано, что руководил злыми людьми дьявол, чтобы издеваться над Израилем. Пакость и делают люди, они ощущаемые дьяволом. Надо просить Бога, чтобы духовными очами понимать, где я нахожусь, что наполняет эту комнату. Реально видеть, вот сколько крещеных, столько ангелов сейчас здесь. А я думаю, и у них крещеных есть. Вот столько ангелов сейчас здесь присутствует. Какие мысли должны быть? И тот же дьявол. И тот же запрет от ангела. Ведь мы бы ни один не стали. Мы не знаем, сколько покушений было, чтобы обломилось, перекрытие, пало. Дьявол все может сделать, ему это ничего не стоит. Как считаем его, поликар, полксмирского. Но ангел не дает. Ангел запрещает ему. Да запретит тебе Господь. И дьявол ничего не может сделать. Да запретит, значит, стоит какая-то преграда. И он не нахальничает, не может перешагнуть. Он запретил, он отошел. А мы встаем так сладко, спал так тихо. А здесь, быть может, сражения. Похлеще Сталинградской битвы были возле нашего адра. Вот почему-то я встал и сразу благодарил. Вот почитайте. В утренней вечерней молитве написано. Это нечестивый, дьявол, там демон. Сколько раз встречается. А молитв в утренней вечерни читает Людмила Славная, даже не знающая Писание. Но дьявол непрерывно звучит даже в самой главной молитве. Избави нас от лукавого. Избави. Хлеб насущный все вцепились в этот кусок хлеба. Но ведь про дьявола-то тоже говорится. Верующий Сын Божий имеет жизнь вечную. Правильно, там написано впереди, чтобы не погиб. А погиб этот дьяволом. Главный стих Библии уже вмонтировано. Слово смерть. Погиб этот и погибли, это и есть смерть. Премудрость. Так 24. А вот это говорится, что завистью дьявола смерть вошла в мир. Зависть его безгранична. Он людей ставит на... И притом зависть это такой грех, который человек не признает. Неверующий. И верующие многие не признают. Ну ты же по зависти делаешь. Вот Пилат знал, что написано Христа. И Пилат знал, что предали зависти. Язычник знал. А богомольцы, святоши не знали. Они не знали. Нет, это мы вот за то. Вот какое вам учредительство. Он же не разорвал одежду на тебе и сказал, что я задыхаюсь от зависти ко Христу. И братья-то предали за счет. Так он стучит на нас, Иосиф. А когда Стефан говорит, говорит, и предали Иосифа по зависти. История растает на все место. Я могу сказать, что я попадаю в это число. Зависть ко мне страшная везет у священников. Я говорил, за что? В первую очередь, они понимают, жизнь моя очень отличается от их жизни. И по бедности. Вы найдите человека, который зиму-лето ходил бы в кирзовых сапогах. Одно-то и как. Найдите и покажите. Я в Москву пришел, так они со всех сторон меня осматривают. В этом ничего особенного нет. Но и все-таки. Я раньше питался в 9-80, с 11 рублей у меня ходил на питание в месяц. На физической работе. Ты просто найди человека, и тогда ты поймешь, что я имею что-то к Богу. Имею, Господи. Я стараюсь этим путем идти. И вот они завидуют сейчас. Я говорю, самая большая зависть будет по книгам. Они завидуют, а в руки не брали. Они ничего подобного не могут создать. Да я прочитал, не так говорит архимандрит такой-то. Неправильно. Пожалуйста, в четвертом томе считайте, что я там говорю. Амбросий говорит не так. Каждый вопрос, его все. Возьмите мои книги по вопросам, ответьте на них. А ведь этого нет. Они ничего не могут сделать. Зависть дьявола охватила священство везде. Вызываю. Давайте встретимся. Давайте побеседуем. Укажи конкретно страницу. Том. Какой? Ни одного. А ведь худо-бедно пошел седьмой год. 21 октября. Да за шестьдесят лет можно было бы, знаете, сколько написать. А уже четыреста книг против меня. Ни одной нету. Матфея 4.1. И Христос был искушаем дьяволом. Это такое надо иметь бесстыдство, наглость, чтобы к самому Господу подойти и ставить искушение. Это очень хорошо разбирает Достоевский в книге «Братьев Карамазов». Что означает искушение? В трех искушениях все искушения, какие дьявол имеет. Первое, чрево по зубам, за зарплату, за пенсию, на демонстрации выглядит, на пикеты, на что угодно. И обещает, что с дедом, и революция с этого начинается, дайте хлеба. Кто накормит, затем и пойдут. А второе, что возводит, что чудо. И вот все на чуде везде. Дьявол на этом поймал, особенно православных. Бросьте на руках, понесут, сходи туда, прикоснись к мощам, иконы мироточивы. Но это все оттуда тоже. Это все возвел на эту высоту, а вот у нас исцелился кто-то, а таких нет, чтобы кто-то не исцелялся. У сектантов, у них очень много исцеляется. У буддистов, а ты еще посмотри, там йоги как исцеляют, как мусульмане исцеляют. Христос не сказал, где будет исцелять, там будет истина. Потому что солнцу своему он повелевает сходить над злыми и над добрыми. Он исцеляет не потому, что ты хороший, а потому, что Бог добрый не желает смерти грешника. И через это исцеление тебя привлекает к покаянию. А узнается все только через слово его. И третье, власть, авторитет. Падше поклонить мне все, отдам. Отдай душу в ад, и будешь богат. Ты посмотри, как рвутся к власти. Депутата нельзя решать любыми путями, чтобы был депутатом. Нужно этому миллиардеру, чтобы щекоткой заведовать. Нет, депутат. И сегодня пишут газеты, только что пришла, и как он шел к этому, что в этом заложено. И все с такой со страшной вздевкой над русским человеком. Почему? Дьявол смеется над нами. Но он не может ничего нам сделать. Ему это надо. Пожалуйста. Он весь мир бросит твоим ногам. Только душу отдай. Поклонись, только скажи, я согласен тебе принять. А мы молимся как? Чтобы я не от нечестивого человека под каким-то подкупом чего-то за что-то не отступил соглано. За щечевишную похлебку не продал свое термородство. Матфея 13,39. И все эти люди, все зло, все учения, марксизм, ленинизм, фашизм, все дьяволу. Враг, посеющий их, есть дьявол. И не надо ничего доказывать. Кто он бы ни был, в какой стране от Бога, все эти учения. Самое передовое пусть оно. Самое хорошее по отношению к людям. А все, которые сейчас выставляют программы, депутатам накормить, повысить пенсию, поменьше за квартиру. Они ни о чем не говорят. Это все от дьявола. Так это же хорошее, я повторяю, от дьявола. Это обольщение за кусок хлеба. Я вам сделаю ваши пенсии, вам будет достаточно, надо увеличить их 4, 8-10 раз. А этого все равно не хватит. А сколько надо? Ни сколько не надо. Сколько есть, столько хватит. Лука 8-12. И когда говоришь слово, а ты спишь. И не потому, что ты во вторую смену раба, а всегда спишь. И когда не посмотришь, спят люди одни и те же. В храме спят, на донятиях спят, во время собрания спят. И не слышат, о чем речь идет. И написано, и приходит дьявол, и уносит семя, слово его. Это я не придумаю. Не потому, что ты устал, а потому, что дьявол обуял тебя. Что не спроси. А разве это было? Не слышал, не пришел. Не пришел в церковь, дьявол не пустил тебя. Я сейчас подтверждение. Ну, дьявол уносит, написано. Матфея 25-45. Дьявол-то ведь у Бога на особом учете. И людям, Бог не приготовил ад. Он скажет, идите в агонию, готованный дьявол и ангелом его. Подчеркивается, что ад сотворен для дьявола, не для людей. Мы не в свое место бьемся-то, когда грешим. Вот еще за что надо ответить. Нам рай уготован. А дьяволу ад. Человек пренебрегает, рай бьется в ад. Рай открытый. Ад закрытый. Лбом прошибает, туда лезут. Вот за это, за эту нелогичность придется еще отвечать. Иоанн 8-44. Это тот стих, который я, просчитав, понял, он ко мне относится. И первый стих, который я заучил. Христос говорит, дьявол есть лжец и отец лжи. Он человек-убийца от начала. И когда говорит ложь, говорит свое. Это его, ему принадлежит. И когда люди привыкают лгать, нынешнее советское поколение будет жить при коммунизме. Это все дьявол на трибуне колотил, мучился, умер и ушел в дьявол. Это все обман. Истина там, где господин. Иоанна 13-2. И во время вечера, когда дьявол уже вложил в сердце Иуды предать, и мысль, оказывается, зарождается от дьявола, дьявол вложил. А человек, я вот рассудил, я нашел, что это вот лучше будет, я пойду там, вот я буду таким-то, пойду в такую-то юрисдикцию. Это дьявол вложил. Я как-то встретился не с рядовыми даже, с членами старообрядцы, признающих священство. Я говорю, чем вы течитесь? Вы-то ведь не старообрядцы. Как? Ну что-то ты у нас скажешь в Библии, нету другое, но звание-то наше. Почему ты тревожишь? В течение одного часа я вам докажу, что вы не старообрядцы. Вы старые грешники. И тогда стали разбираться. Скажите, как вы персты складываете? Два. Открывая златоусты. Златоусты крестились одним перстом. Какие же старые? Старые, кто одним молится? А потом, открываем, в Мефодии, там написано, крестились трое перстно. Трое перстно. Почему? Потому что против трои царей. А двоеперстно потом возникло. Так старообрядцы-то именно новообрядцы, не коньяни, а не вы. Ты что не возьми, старообрядцы-то не выстоят. И когда доказалось, посмотрели друг на друга и говорили, да, согласны, мы не старообрядцы. Не старообрядцы вы. Вы напрасно это именуете. Мы старообрядцы, хотя исполняем все несарообрядческое. Мы верим в голове, что вначале крестного знамени вообще не было. Ни одним, ни тремя вообще об нем слова нигде нет. А Христос, когда умер, тогда оно уже вошло. Тогда. А то Христос вознесся, благословил крестообразно. Это выдумки. Ничего этого не было. Читаем. Иоанн 13,2. Дьявол вложил ему. Но какие-то доводы были и уюты? Я с это сам на рассматриваю. Да. Обязательно. Сегодня люди находят доводы. Не тот стиль, старый или новый. А ты поставь ему, скажи. А сейчас ты переводят по старому или по новому ты будешь жить? Они запутались. А вот Пасху на один час раньше. А еще Пасхи нет, а вы уже справили. Ведь они тоже не знают этого. И скажи, а тот старый стиль, который вы исполняете, а кто его думал? Ну ничего ты не знаешь, Юлиановский называется. Открой большую энциклопедию советскую. Написано, Юлиан, Кесарь был, это Юлий был. Вот откуда идет. А мы-то уже пользуемся, что Папа Григорий. Это уже христианский календарь. У нас-то христианский календарь-то. А самый старый. Да и тот не старый стиль. Старый стиль в Библии. У евреев сохранился по солнцу. У мусульман. Вот старый стиль. Ты сам себя обманываешь, что ты старостильник. Ты не старостильник. Старостильники мусульмане. Луна началась. Ну, читай в Библии. Там написано, при новолуне, при трубите трубой и прочее. Начало месяца. Вот откуда. 14-го не сана. Пасха-то у нас не в свое время идет. Мы только так приблизительно ее. Это уж в 532 году Янисий Малый высчитал Деяния 13.3. И когда апостол Павел проповедовал, а нашелся человек, который не желал, чтобы семя росло, и он противился. Апостол Павел сразу высчитал его и говорит, ты сын дьявола, враг всякой правды. Да коли будешь совращать с прямых путей Господних. Все, кто нам противится, когда мы проповедуем в городе, они с прямых путей. А кто с прямых путей совращает? Люди прямо где-то садите в крестный ход, садите поклонитесь, поезжайте к мощам. Это кривые пути. Прямой путь Господу, это ты возопил Господу, встал на колени, никуда ехать не надо. Это все не Бог посылает людей. Это кривые пути. И при том никогда конца этим кривым путям не будет. У нас одни мощи, у католиков другие, у мусульман третий. А у Христа один путь. Воззови ко мне, я услышу тебя. Приходящего ко мне, я не изгоню вон. И к нему приходить, это значит возопить к нему. Иаков 4.7 Показывает, как бороться. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Как противостать? Молитвой. Постом Христос сказал. Самое сильное оружие, пост и молитва. Я не знаю, как вы стоите вот эти 7 минут, цените ли вы их. Придет время, нас не будет, уйдет все, и вы иногда хотя бы вспоминайте. Настройтесь, не томитесь. Полная тишина, никаких движений крестного знамени даже не делайте, чтобы никого не тронуть. Я приготовлюсь на молитву. Вспомним. Особенно священники молитвы. У него это рутинная работа. Он привыкает, по привычке там все делает, чтобы огонь горел внутри его. Чтобы слово проповедующее дошло до каждого сердца. Где ты будешь этот день? Кого нет? Припомни все. Близок, близок день Господень. Как мы пожелаем вернуться к этим 7 минутам, когда мы в совокупности, сайной молитвы. Быть может это единственное, что доходит до Бога. А тут стоит человек, лишь бы какой-то звук издавали. Некоторые настолько привыкли, спрашиваешь, а что сейчас считалось, не знают. По-русски считают, не знают. Как бы даже это в Псалфире было сказано. Начинаю разбирать Псалом, как первый раз слышат. 1 Иоанна 3.10 Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Двоеточие. Вот мы начинаем узнавать. Не просто мой сосед, она стоит, а к кому она относится. Она говорит, значит, от дьявола. А я, может, духовно уснул. И этого не вижу. Ответ. Всякие, не делающие правды, не есть от Бога. А это я могу проверить, по правде или нет. Какая бы ни была горькая правда, лучше сладкая лжи. Равно и не любящий брата от дьявола. Не любящий сестру. Не написано, какая она, хорошая, плохая, против тебя говорил или нет. У нас сестра. Вот у нас было в прошлом воскресенье церковно-приходское собрание. Я прошу на этом собрании ничего не записывать. Если записываете, никуда, чтобы не уходило. Это тайна. Некоторые начинают, а нам нужно знать. Не нужно вам это знать. Нужно будет что-то объявить. Потому что там предварительное совещание. Кто-то обидится. Это так делается везде. Это у баптиста делается. У сектантов закрытое партийное собрание. И, наконец, военное. И написано, расти кредит через 70 лет. Расти кредит через 100 лет. Ну, постоянно. Мулейка-то, читайте. Смотрите. А апостолы к апостолу. Вывели апостолов и отдельно начали это рассуждать. Вывели их, а потом обратно завели. А что они там говорили, теперь весь мир 2000 лет знает. Потом узнают. В данный момент не надо, чтобы не предвзято смотреть было. Не нарушайте это. А то начинают уже обсуждать. Еще ничего мы не объявили. И уже, а какое право они имели такого человека исключать. И дальше продолжают. Это и выходит, что же они делают. Это и меня могут исключить. А почему же нет-то? И меня могут. Вы избрали церковно-приходской совет. Проголосовали. Ты доверился им. Тебя не избрали. Ты обязан подчиниться. Закон уже вышел. Обязан. Это в мире везде. Ни один шофер не скажет. Я не согласен с штрафу. Большие штрафы сегодня. Выложишь. Тебе сказали поменять или привязать себя ремнем. Тебя привяжут на другой ремень. Почему ты там молчишь и здесь? Какое ты имеешь право обсуждать? Здесь присутствует священник. Мы молились. Орю небесные пропеллито. Прекратите эти слова. Кто бунтовал, немедленно принесите покаяние перед Богом, перед священником. Это зараза, это гнилье. Будет приходское собрание, сейчас церковно-приходское. Ты избрай церковный совет весь. А вас избрать, скажи, я хочу быть. И мы будем, что вас Бог умудрит. Но меня уже смущает то, что ты обсуждаешь законно принятое решение. Ты уже недостоин там быть. Ты будешь кому-то подыграть. А мы никому не подыгрывали. Мы главное, скажем, решение вынесено. А обсуждение не всем полезно. Я думаю, что записывать можно. Но никому не выдавайте до времени, пока не будет разрешено. Чтобы не было перетолкований. И это все будет от дьявола. Я всю неделю об этом молился и решил сказать. Будьте очень аккуратны с этим. Видите, у нас приходят иногда на собрание люди первый раз, и мы всем разрешаем. Я не против, чтобы все знали, но такой закон я должен ему подчиниться. Я, например, в церковно-приходской согласен, чтобы все сидели, все общественно слушало. Я в этом ничего не вижу. Плохого ничего не было. Но такой закон. А я пойду один проповедовать. И я один ходил проповедовать. Но мне каждый раз говорили об этом. Я говорю, никого нет. Христос посылал по два. Принцип другой. Это все меняется. Я зашел, другой стоит молится. Я один. Нигде по одному не посылал Господь. Но иногда было там по нужде. Но все-таки по два. И дальше где двое или трое согласятся молиться. Ты даже не понимая, должен сразу сказать. Я вхожу в это русло. Так повелевает мой Господь. Эфессианам 4,27. Не давайте место дьяволу. Вот о чем я говорю. Ты ропчишь, это дьяволу дал место. Голосу братьев не дал место. А голосу дьявола дал. Ты от какие решения знаешь? Сколько решений принимает Государственная Дума? А сколько принимает местный законодательный орган? Никто не противится. Наложили 25%, а все платят 25. Ни один никуда не... Они даже сгребут все у него оттуда. Приедут трактора, все заберут. Такой процент. Почему ты не спрашиваешь? Ипотека там много, 18 мне там, 13. Ты выплатишь это все. Иначе тебя под что-то там дали тебе их. Так и здесь. Тебе здесь под залог Царства Небесного. Ты эти принципы нарушаешь, ты лишаешься Божьей защиты. За тебя не будут молиться. Это дьявол. Не давайте место дьяволу. Прекращайте. Он начал говорить, вы сразу остановите. Нельзя этого делать. Ты имеешь что-то? Давайте на следующий церковно-приходской совет просимся и скажем. На собрание. Тем более всегда собрание все обсуждаем. Дух бунта привел всех, которые приходили к смерти. Я сегодня только услышал страшное известие о том, которые от нас ушли. Которые ушли к лучшему, что у нас плохо. Полная катастрофа идет в семье. Притом не в одной семье сразу, а некоторые семер сообщили в детях. Я говорю, от меня ты избавишься. Я тебя обличать не буду. Но от детей никуда не избавитесь. Меститель растет в вашей семье. Воровство идет. Дело доходит до милиции. Дело доходит до того, что бабок хотят убить. Это мне сам человек звонит, который пострадал уже от этого. А это плоды того, что вы противились, я скажу. Я сразу им сказал. Я вам тогда говорил. Те священники, которые вас обольщали, говорили, устроим детские лагеря, а то другое у них ничего нет. Они уехали, их нет. А плоды их растут. Ефесянов 6.1 Господь повелевает нам противостоять дьяволу, облечься во всеоружие. И дальше взять меч, который есть Слово Божие. Против дьявола нельзя устоять, победить, когда нет Слова Божия. Наступает на тебя, дьявол, страхи какие. Сразу перекрестись, утром выходишь, скажи, отрекаясь сатаны и всех дел ангелов его. Он наступает. Сатана, ты не имеешь власти надо мною. Я искупен кровью Христа. Я его дитё. Мне место в раю уготовано. А ты потерял его. Ты восстал на спасителя. Ты обольстил ангелов. Ты поражённый, отойди от меня. Дьявол против этих слов не устоит. Считайте молитвы Иоанна Златоустой, которые к Киприану молитвы. 1 Тимопея 3.6 Нельзя ставить священники, дьяконы из новообращённых, чтобы не подпасть осуждению с дьяволом. Это единственное место, Златоуст говорит, которое говорит причину падения дьявола. Пал от гордости. Не гордись. А человек, когда не согласен, ему говоришь, он против. Это гордость. По-твоему ты уже делаешь. А если я по-твоему буду, если бы все сейчас оружие в руки не брали, что бы было, не знаю, что было бы. Я только знаю, что брали оружие, ничего кроме смерти не было. Трупами все усеяно. 1 Тимофея 3.7 Чтобы иметь доброе свидетельство нужно. И от внешних, чтобы не впасть в нарекания и в сеть дьявольскую. Когда кого ставят, даже от внешних должна быть хорошая молва. А иногда на работе нас знают больше, чем в общине. 2 Тимофея 2.26 Чтобы освободиться от сети дьявола. И с глупыми не спорь, говорит. Это дьявол их поймал, и они спорят, и спорят. Это дьявольская сеть, когда люди любят спорить. К евреям 2.14 Дьявол имеет державу смерти. Прямо указано. Смерть – это последствия греха. Откровение 2.10 Вот дьявол будет вергать вас в темницу, и это время близко. Заключение – все это происки дьявола. Иногда он идет в лобовую атаку, арест. А иногда так, называется инфильтрация. Своих людей засылает в общину, что-то делает для разрушения. Потом все это приоткрывается где-то. Вовнутрь. Откровение 12.9 Извержен древний змей, дракон, называемый дьяволом и сатаной. Это все его названия. И заканчивая Откровение 12.12 Дьявол сошел на землю в сильной ярости, ища кого поглотить. Этого нельзя отрицать. Если он сошел, и написано, он обозленный, ему ничто, как говорят, доброе не светит, и его ярость, и скажи, на кого? И сделай вывод на меня, через ближних, через дальних, через мой гнев, невоздержание, немолительное состояние, не хотим паститься. Это все брешь, который дьявол пробивает. Если мы с великим напряжением будем трудиться, тогда будет какая-то надежда. Итак, Евангелисиан нас предупредил, что Христос пришел, разрушив дела дьявола. И когда мы боремся с сатаной, одерживаем победу, мы прославляем нашего Христа, который нанес ему смертельную рану. Аминь. Аминь.